Редкое имя, лучезарная улыбка, диплом математика, конкурс Мисс Вселенная, телевидение, бизнес, дизайн, танцы, дети. У этого коктейля очень много составляющих, но они на редкость успешно уживаются в одном человеке. Все потому, что она здорово умеет организовать собственную жизнь и еще достигать своих целей. Как у нее это получается? Моя коллега в недавнем прошлом, а ныне декоратор, бизнес-вумен и, безусловно, одна из самых ярких женщин Липецка, Регина Пачкова. В программе «Люди говорят». Регина Пачкова – креативный директор ресторанной группы «Амстердам». Выпускница математического факультета Тверского госуниверситета. Замужем за известным в Липецке ресторатором. Семья воспитывает двух сыновей. В недавнем прошлом – ведущая телекомпания ТВК с 15-летним стажем. Начинала эту карьеру в конце 90-х с прогноза погоды. Доросла до продюсера канала. Имеет непосредственное отношение к рождению программы «С новым утром», награжденной ТЭФе. Параллельно помогала супругу развивать бизнес и в конце концов решила сосредоточиться именно на этом. Тем более, что уже нашла себя еще в одной профессии – декоратора. Оформила все девять заведений своей сети. Добрый день, Легина. Невероятно рада тебя видеть. Люди говорят, интерьеры ваших кафе процентов на 80 – это плод от твоей работы. Ты такой сам себе дизайнер. На 80? А кто еще в 20 сюда прийл? Не, ну я делаю скидку на работу архитекторов. Там все-таки планировка, наверное, как-то. Ну, архитекторы – да. Да, архитектуры – да. Потом уже, когда все помещения распланированы, потом уже впрягаюсь я. Вот. То есть все, что касается отделки, мебели, текстиля. Отделочные материалы – да, это все мое. Откуда у тебя это взялось? Потому что, насколько я знаю, образование у тебя… Математическое. Да. Я, на самом деле, хорошо очень ориентируюсь в ценах, хорошо ориентируюсь в материале, в ассортименте. Те трудно закупать цифрами. Да, да, да. Я знаю, из чего делают мебель, сколько она должна стоить в минимальном варианте, в максимальном варианте. То есть я в этом действительно хорошо ориентируюсь. Мне это интересно. Откуда это? Я не знаю, может быть, там родители как-то что-то у меня… Ну, не знаю, само как-то выросло. Но первоначально ты, опять же, занялась этим из любви или из экономии? Нет, я хотела мужу помочь. То есть я… Первое заведение, Амстердам-кафе, да, то есть его фактически делал Вадим. Я, скажем так, минимальным образом присутствовала в качестве советчика на уровне нравится-не нравится. Вадим как бы там, ну, наверное, услышал, что мне это интересно, я хочу этим заниматься. Ну, и отдал на волю случая своей супруге, почему нет. Гостям нравится. Вот. Мне нравится, мне комфортно в этих заведениях, да, моим друзьям комфортно. А когда критикуют, как ты относишься? Когда человек приходит уже в оформленное помещение, да, будь то квартира или ресторан, все начинают себя мысли чувствовать дизайнером. Все говорят, о, вот здесь бы еще фиолетовую вазу и золотой канделябр, тогда бы вот да. Но я не спорю, у каждого свое видение, да. Заведи свой ресторан. Да. И вешай в рот. И не говорит, чтобы я туда поставила. Вот и все. Ну, за консультациями обращаются, как к декоратору. Да. Да. Причем это мои ближайшие друзья. Не отказываю, хотя это сжирает много времени. На самом деле, начиная от момента рисования, планировки, где что должно быть, и заканчивая поиском, ну, всех аксессуаров, фурнитуры, тканей, мебели и так далее. То есть запасная профессия у тебя вот прям в активе, да? Ну, я за деньги не верю. Пока. Пока. Не знаю. Регина, ты считаешь себя обеспеченным человеком? Да. Вполне себе. Люди говорят, ну, может, не говорят, а думают, что, честно, в нашей стране разбогатеться невозможно, в принципе. То есть все обладатели больших машин красивой недвижимости, это вот прям наверняка в какой-то момент виновны в воровстве, в коррупции, в каком-то обмане, в эксплуатации, в чем угодно. Ну, или родственник где-то, да. Или это золотая молодежь, второй вариант. Насколько, опять же, я знаю всю эту историю, она у вас другая. Ну, да, у нас история другая. Я познакомилась со своим супругом, когда он был обычным барменом в чужом ресторане. Я была студенткой на тот момент. У нас нет богатых родственников. То есть наследство вам не падало? Наследство мне... Как старейского дяденьки. Я не знаю, к сожалению или к счастью, но так случилось, да. То есть все, что мы имеем на данный момент, это исключить наши руки, голова, старания и недосыпы. То есть это вот прям сэлф, мы это такая американская история. Да. Когда сам себя человек делает. Да, да. И причем это было не сразу. То есть какое-то время, было даже два года затишит, затишит 90-е годы. Вадим не знали, куда приложить свои усилия. Я как раз именно в этот период попала по объявлению на ТВК. А Вадим усиленно думал тем, чем бы ему заняться, что могло бы принести стабильный доход. Так родился Дели Рио. Это был первый цивильный такой салон цветов в Липецке. Сначала я помню, был маленький павильон. Маленький павильон. Начинали мы вот прям с маленькой палаточки. На самом деле мы все это возили сами. Вадим ездил сам в Москву за рулем. И все возили эти коробки. Если у кого-то складывается ощущение, что там сразу штат водителей, сразу флористы. Ничего подобного. Первые два года букеты делала и я. Уже работаю на телевидении. Особенно когда это были праздники, такие запарки. 8 марта. То есть я стояла за прилавком вместе со всеми, крутила эти букеты. Зазорно не работать. Работать не зазорно. И почему мне не нравится вот эта философия российская. За границей стыдно быть бедным. Там стыдно быть бедным. А у нас стыдно быть богатым. А у нас стыдно быть богатым. Потому что точно обманул кого-то. Мне не стыдно за то, чем мы располагаем сейчас. Бизнесов открывается огромное количество каждый год. Но далеко не каждый выстреливает. Тут вот вопрос везения или какие-то секреты? Нет, я считаю, что это секрет есть. На уху скажу. Я считаю, что у Вадима очень хорошая интуиция. То есть в этом смысле я никогда не советую, какого рода ресторан бы я открыла. Я никогда не советую, где бы я это сделала. Я никогда не лезу в такие серьезные решения. То есть это исключительно заслуга Вадима. Значит, к золотой молодежи вы оба не относитесь точно? Нет. Что за смех как бы ты выросла? Папа военный. Мама главбог в крупном торговом предприятии. Ну, обычная самая семья. У меня есть старший брат. Ну, обычный. Вообще самая обычная семья. Ничего не отсутствует. Я чувствую в Тверском государственном университете, на математическом факультете. Я всегда легко решала. Мне было это интересно. Я как рыба в воде была. Тоже тригонометрию я с отцом выучила еще до того, как она появилась в школе. Да, да. Но было такое дело. Он говорит, а давай на математический. Я говорю, а ну давай. Опять-таки, я не жалею о том времени, которое провела в университете. А потому что математика универсальная наука для ума. Если вы к окончанию школы не решили, куда идти, идите на математический. Потом вы освоите любую профессию, какой бы она ни была. Мосток разойдете, а там посмотрим. Да, а там будете посмотреть. Так, а выросла ты в... Да, подмосковный Клин. Мы жили в Москве, папа военный, поэтому его переводили. А в Липецк люди говорят, ты приехала как дипломированная красавица. Ну да, просто так уйдет. Статус красавица, да. Это, конечно же, на диплом, собственно говоря, и клюнул муж. Будучи студенткой в университете, мы с подружкой увидели бегущую строку с приглашением на конкурс «Мисс Вселенная». Он проходил в Москве. И мне безумно повезло, потому что организаторами были голландцы. Якубович проводил отбор, кстати, я помню. У нас было там что-то около 30 человек. И нас на месяц забрали из семей, поселили в какой-то закрытый центр. И пригласили туда специалистов. Этика, этикет, английский язык, пластика, хореография. Там были у нас специалисты из пермского балета. Это очень сильная школа балетная. И они готовили с нами вот это шоу. То есть не было никакого любительства. То есть мы жили в жестком графике. И сама постановка, которая в театре была, она была очень красивая. Там получила приз «Мисс Улыбка». Ну и дальше начались будни. Мы все вернулись в свой университет, потому что это было на время сессии. Я не рассматривала это вообще как какую-то площадку для своего дальнейшего продвижения. Жили дальше. И в один прекрасный момент позвонили, предложили участие в конкурсе «Мисс Свободная Россия». В летнее время в Липецке. Вместо Ялты мы собирались к бабушке в Ялту ехать. И решили поехать в Липецк на «Мисс Свободная Россия». Ну, приехав в Липецк, на самом деле, уже на четвертый день был. Хотя мы приехали со школой модели Слава Зайцева. То есть как бы все должно было быть красиво. Но организация оставалась. Не было ее. Но ее не было практически. Нас поселили в голубую даль. У меня была кровать, ноги из которой у меня... Я не влезала на нее. У меня ноги... Дальше колено торчали за решетками, за железными. Ну, то есть это был ужас какой-то. Ну, в общем, я позвонила брату, сказала, говорю, Олег, так и так. Ну, в общем, все, мы нагостились, да, здесь. Что-то мне вот эта корона не нужна. Приехал брат и забрал. Но за это время, соответственно, я успела познакомиться с своим супругом будущим, с Вадимом. Который приехал посмотреть на столичных красавиц. Который тоже собирался улетать, отдыхать в Ялту, но задержался на несколько дней, поскольку сказали, что привезли. То есть вас там с Вадимом? Да, да, то есть по-любому мы бы встретились однозначно. Но осталось посмотреть, что за красавиц московских привезли. Ну, и вот трех дней, собственно говоря, пребывания в Липске мне хватило для того, чтобы постановить контакт. Да, все. Ну, так вот и получилось. То есть через год я... Мы переписывались долго, да, перезванивались. То есть я через год уже переехала в Липск. Имя довольно редкое по нынешним временам мам придумала. Нет, да что вы. У меня была совершенно удивительная тетка. Ее настоящее имя Лена, но все ее звали Леля. Она своих дочерей назвала Аида и Медея. И когда родилась я, она очень... Да, вот. Встал вопрос, как меня назвать. Папа двумя руками говорил, я хочу дочь Ирину. На что Леля сказала, боже мой, какое банальное имя. Предлагаю жеребий. Взяла две спички и сказала, кто вытаскивает короткую, тот и называет. Леля вытащила короткую спичку и назвала меня Региной. Вот и вся история. Еще при рождении. Да. Ты довольно долго проработала на ТВК. Не скучаешь? Скучаю. На самом деле скучаю, потому что я до сих пор думаю, что телевидение – это та сфера, в которой я чувствую себя наиболее гармонично. Там все. Там и творчество, там и элементы умения написать тексты, и умение выступить. И какие-то новые люди. Телевидение – это мое. Я никогда не скрывала и скрывать не буду. Телевидение – это мое. Здравствуйте. В эфире прогноз погоды на 24 сентября. Федорин день. День осеннего равноденствия. Люди говорят, у тебя есть своя собственная статуэтка Орфея. Есть. Да. Как ты это была? Я долгое время была ведущей программы «С новым утром». Мы готовили выпуск 1 сентября. Это был спецвыпуск. Программа получила ТЭФИ? Да. Я была ведущей, продюсер телекомпании. То есть это была выстраданная от тобой наградка? Ну да, да. Мы так долго к этому шли, но она была заслуженная. Поехать на вручение вместе с главным редактором телекомпании я не могла. Я не просто была беременна, я уже в роддоме лежала. И благополучно этот яркий момент, к которому все идут, он как-то прошел мимо меня. Но я решила, что я хочу, чтобы у меня тоже была статуэтка ТЭФИ. И методом поисков я обнаружила, что ее делает ученик Эрнста Неизвестного в Америке, Джефф Блюмис. Это скульптор. У него лицензия на изготовление именно этих статуэток, у него контракт. Я нашла его адрес электронный через друзей, я написала ему письмо. У него оказалась совершенно удивительная русская жена, потом и по-русски переписана. Я объяснила ситуацию, что с программы, которую мы там, да, вынашивали. Она получила ТЭФИ. Но я рожала в этот момент, но мне очень хочется. Он говорит, Регина, не вопрос, но мне нужно разрешение от Российской академии телевидения. Я написала туда письмо, мне его подписали и сказали, окей, следующую партию, которую мы заказываем, статуэток, там будет одна твоя. Плюс один. Все, я счастливая, думаю, сейчас через год у меня будет своя статуэтка. Вот, наступает этот год, наступает церемония ТЭФИ. И именно в этот год они решили учить дополнительный приз и отдали мою статуэтку. К выстраданную опять же. Да. Дубль два. Я опять пишу письмо, так и так. Вот, она, конечно, всех очень выручила, но я-то опять без ТЭФИ. Ну, как-то, что я детям буду показывать, да. Вот, ну, в общем, на следующий год, ровно через год, пришла моя статуэтка, прошла церемония. Я судорожно звоню в Академию Российского телевидения и говорю, ну что? Они говорят, приезжайте. Стоит. Все, и буквально на следующий. Да, через два года. Ты всегда так добиваешься цели? Если уж тебе что-то очень захотелось. А что мешает? Ну, вот конкретно, в данном случае, что мне мешало? У меня есть желание, да. И ты начинаешь искать возможность. Не причины, почему этого не сделай, да, или почему она у меня не на полке стоит. Ты начинаешь искать возможности. Вот и весь секрет. И так во всем? Так, так. Ну, наверное. Это нужно считать твою философию жизни? Думаю, да. Да. Не искать причин, искать возможности. Люди говорят, у тебя новое увлечение. Фотография. Насколько серьезно? И как надолго? Как надолго, не знаю. Но увлечение действительно серьезное. Наверное, это отчасти связано с работой на телевидении, да. То есть вот это вот какое-то умение там видеть, да, кадр, оно во мне есть. И спасибо там операторам, которые, опять-таки, в школе журналистики интерньюс, да. Очень интересно, мне очень нравится. Я начала с того, что я поехала в фототур. Это отдельная история. Я никогда не знала, что такие вещи есть. Фотохудожник, ну, как правило, они уже такие сформировавшиеся, статусные, уже с именем. Они набирают группу студентов, желающих обучиться фотографии, с любого уровня. Там и старички, и молодежь. Я приехала вообще практически нулевая. Вот. И они, мой первый тур был в Тоскану. То есть для меня было это что такое? Встали, поехали, сняли, как встает солнце. Да, да, да. А потом сняли, как оно садится. А теперь меня на фоне солнца. Да, я и солнце, да, я и трава, и так далее. Вот, на самом деле, все это, это достаточно такой тяжелый труд. Потому что каждый день на протяжении 10 дней мы вставали в 3 часа ночи, собирали оборудование и выезжали на точку съемки. То есть преподаватель, который тебе преподает фотографии, он точно знает, куда нужно встать, в какое время и будет ли там туман. И вот мы, я потом называла даже статью «Охотники за туманами» и «Охотники за светом». То есть мы в определенное время как на охоту. То есть мы стояли с этими штативами. Это был март месяц, было ужасно холодно по ночам, но уже тепло днем. Днем было плюс 15, а ночью было, ну, где-то чуть ниже ноля. Отсюда туманы. Отсюда туманы. Ну, кто бы знал, резиновые сапоги я взяла, но ничем более теплого у меня не было, поэтому я одевалась, как мне называли, костюм албанской беженки. Это были колготки, потом джинсы, сверху джинс была юбка, потом курточка, сверху куртки пальто и сиреневый плед. Потом я одевала свою кепку любимую, и учитель мне дал такую шапку на овчине. В общем, через 10 дней мы вот так охотились по разным точкам. Потом была вторая фотошкола, мы уехали на яхте. То есть это был переезд с острова на остров, с точки на точку. Морская болезнь по полной программе. Это не просто красивое путешествие. Я опять-таки представляла себе, что я для красоты на корме. Ничего подобного. Это все таскать буи, канаты, крутить баулинии. То есть это все было по-настоящему. Готовить еду на всю команду. Еще успеваете фотографировать. Ну да, в свободное время, значит, мы фотографировали. А портретная съемка? Я ей не училась, но это самое любимое занятие. Я очень люблю фотографировать людей. Причем людей, когда они меня не видят. Самые отвратительные фотографии, когда они с позерством сделаны. То есть ненавижу, когда меня так фотографируют. Смотрите на меня. Ну что я должна сейчас с вами сделать? Что изобразить из себя? Ну ловите. Я не закрываюсь, но ловите меня. Тогда вы увидите меня настоящим. На самом деле все позерские фотографии не очень искусственные. Они человека не отражают. Люди говорят, что ты, опять же, на собственной фотографии не остановилась и немедленно организовала собственную выставку. Ну да. Так получилось, что у меня есть несколько любимых кадров. Мне захотелось, наверное, как и любому фотографу, поделиться ими. Показать их кому-то, услышать чье-то мнение. Поскольку есть плацдарм, где это все можно сделать, я решила, что в Антонио будет очень уместно, что это Тосканы. Итальянские рестораны, итальянские пейзажи. Опять-таки канарейка, которая тут поет. Ну все прям в тему получилось. Мне показалось, что будет уместно нам даже пойти дальше. И я об этом не перестала грезить. Я думаю, что Антонио станет такой площадкой для постоянных фото-выставок. Сергей Володин. Я, может быть, сейчас забегаю немножко вперед. С 14-го числа здесь будет две недели идти выставка его работ. Там будет свадебная тематика. Но такие очень не... Ну не вот эти вот. Ладошки. Очень красивые фотографии. Несколько я видела. И после Сергея Володина мне очень хочется сделать выставку фотографий на тему «Она». То есть сюда могут принести и выставить свою работу все фотографы. Фотография должна быть какой? Я могу сказать, какой она не должна быть. Это не соревнование в женской красоте однозначно. Это не соревнование по свету. И это однозначно не соревнование по ретушам. То есть она может быть вообще сырой, не выдержанной по свету. Но она должна передавать настроение и характер персонажа. Я думаю, что выбирать лучшую не надо. Выбирать лучшую, ты выбрал лучшую, ты можешь ее купить. Звание мастеру. Все визитки будут здесь. Ты можешь заказать ему же фотосессию, если именно его видение и его мастерство тебя вдохновило. Я думаю, что это просто хорошая возможность популяризировать фотографию. И дать возможность немножко более свободно дышать художникам. На что еще тратит свое свободное время Регина Пачкова, телеведущая в недавнем прошлом, ресторатор, декоратор и фотограф в настоящем. Узнаем из короткого Блиц опроса. Венерин волос сейчас я читаю. Венерин волос с Шишкиным. Мой любимый фильм «Покровские ворота». Из последнего, что мне понравилось, это было хорошее предложение. Я обожаю Джо Кокера, я обожаю «Виталику», «Роллинг Стоунс». При этом я же люблю «Видва», «Митроль». На самом деле, место не имеет значения. Это просто возможность остаться одной. Люди говорят, что ваш семейный бизнес насчитывает уже 9 ресторанов и кафе. Говорят, что это как бы не пределы, вы планируете еще. Так мне интересно, нынешний кризис, о котором так много говорят, он как-то вообще повлиял на ваши планы? Конечно, повлиял. Сначала кончился сыр. Ах, не говорите мне про сыр. Я страдаю каждое утро без любимого камамбера. Как это барство мне покажется, но тем не менее. Конечно, мы почувствовали на себе, потому что основная масса ингредиентов, которые используются для приготовления блюд, они, как правило, импортного производства. Мы сейчас стараемся найти аналоги. Мы в большинстве случаев нашли. В тех случаях, где аналог найти и сохранить традиционный вкус блюда невозможно, мы просто выводим его из меню. Ну, не знаю, может быть, там в каждом отдельном ресторане 3-4 блюда мы урезали. А какие-то гастрономические открытия вы для себя не сделали? В связи с поиском новых продуктов и заменой. Может быть, вдруг вы выяснили, что в Липецке живут неплохие улитки? Ну, нет, ничего такого волшебного мы, к сожалению, не открыли. Нет достойной альтернативы некоторым позициям. Ну, как можно сравнить, скажем так, итальянскую пасту, макароны, да, там, хотел назвать местного производителя, но не буду, да, то есть с теми макаронами, которые производят там из наших сортов пшеницы. Они по определению не могут быть такими же. А вот, опять же, вот макароны, там две составляющих, мука и вода. И вода, да, мука. Почему они разные? Вот, потому что пшеница растет, одно дело, когда она растет там, и другое дело, когда она растет здесь. Состав почвы, кислотность, это все имеет значение. И там принципиально разный вкус? Принципиально разный вкус, принципиально разная развариваемость. Мы искали альтернативу на самом деле, то есть это был целый стол уставленным. Вот стоит 10 порций с пастой, и ты должен вот попробовать. Ну, тут без вариантов. То есть вы ни разу не промахнулись? Черноземья никогда не было первым в этом смысле. Ну, к сожалению. Может быть, в чем-то другом, но только не здесь. Значит, ввоз продуктов прекратился, как хороших. Сейчас начали расти цены. Как вы будете выживать в таких условиях? Потому что ведь первое, что пострадает, это, я боюсь, что ресторанный бизнес будет. Потому что люди начнут в первую очередь экономить на ужинах на выходе. Ну да, наверное, это логичнее всего. Поэтому мы, насколько могли, я сейчас, может быть, открою. Ну, это небольшой секрет, на самом деле. Мы еще держим довоенные цены. Какие-то позиции, безусловно, да. Но тут ничего не сделаешь, да. Если сыр вырос в три раза в цене, но тут выше головы не прыгнешь. Вот. Но основная масса, то есть, говорю, меню мы еще даже не перепечатывали. Как ты относишься к проекту «Ревизора»? И не было ли попыток проникнуть в ваше заведение? Ну, буквально вот недавно все шумели, что «Ревизора» было в Воронеже. Наши друзья позвонили и сказали, Регина, вы в курсе, «Ревизора» едет, да, моем плиты, стрижем ногти и все в таком... Чистим вытяжки. Да, да, да. Ну, но едет хорошо. Сейчас они в Ельце, где-то в Курске, где-то вокруг нас. Но, соответственно, собрали собрание, весь персонал в панике. У Вадима было однозначно. То есть, как учредитель всего холдинга, он сказал, едут отлично. Да, для вас лишний повод навести прогенералить кухню. Вот и все. Персонал. Насколько сложно? Это вот мимо вопрос, да. Насколько сложно его найти и, опять же, поддерживать дисциплину, скажем так? Персоналам действительно сложно. Объясню, почему. Изначально в России отношение к сфере обслуживания таково, что эта профессия, ну, скажем так, того же официанта, да, или менеджера в ресторане, она не считается профессией серьезной. То есть это что-то такое временное, пока ты студент, пока перебиться и так далее. И это чувствуется даже по гостям, когда они с неким таким превосходством начинают, ну, вот, вести себя, да, подисти. Вообще, ну, просто на дых не переношу вот такие вещи, потому что всегда вспоминаю тех же официантов во Франции, которые в возрасте... А в Германии? Мужичкам, да, по 50, по 60 лет, у них столько достоинства. У тебя даже язык не повернется сказать ему там, поди сюда, да, убери стоп. Да, мне кажется, у наших поворачивается. Ну, мне кажется, наши даже там себя ведут по-другому. Что делать в этой ситуации? На самом деле стараемся брать людей без опыта. Лучше научить с нуля. Бармен ли это, официант ли это. Ну, поваров с нуля мы не берем, понятно. Но стараемся брать тех, которые в профессии по любви, но не успели где-то вообще пить и поработать. А как вы определяете, по любви человек идет? Да там сразу видно, Лиль. Ну, это вот, ну, три дня работы. Даешь нож в руки, даешь рецепт, смотришь, как, что, насколько чистоплотен, да, с чего он начал, убрал ли за собой. Ну, там много таких нюансов местечковых, да, но опытный человек, то есть он сразу определит, то есть есть потенциал или нет, есть интерес в профессии или нет. Телевидение, бизнес, дети. Фотография, путешествия, это все еще вот сегодня состоит в твоей жизни? Нет. Или будет? Да что вы, нет, конечно. Нет. У меня еще йога, английский язык и танцы. Какие-то планы еще есть, что дальше? Ну, у меня мечта, я занималась в свое время верховой ездой, я очень хочу вернуть в свою жизнь лошадей. Конечно, конюшня. Нет, конечно, я не потяну, но так вот на тиговое время заняться верховой ездой очень хочу. В летнее время я занимаюсь, это называется, стендап-пэддинг, гребля стоя. Я плаваю по Матерскому водохранилищу, да, на доске с веслом. То есть вы увидите женщину с веслом, это я! Ну, тем не менее, я желаю тебе успеха и в этом начинании тоже. Греби! Греби! Греби во всех направлениях, и я, главное, чего тебе желаю, чтобы у тебя не пропадал твой вот этот девичий интерес к жизни. Ай, спасибо! Потому что, мне кажется, это главная движущая сила. Спасибо. Спасибо большое. Мы говорили с Региной Пачковой, телезвездой в недавнем прошлом, и ресторатором, декоратором и фотографом. В настоящем это была программа «Люди говорят». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова